Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря данные по розничным продажам Англии в 6.00 по GMT, далее в 14.00 по GMT, индекс потребительского доверия Минчиганского университета. По сути, релизов будет не так уж и много, но все самые важные отчеты мы уже с вами проанализировали и планомерно готовимся к следующей неделе, симпозиуму в Джексон-Холле. Напомню, что после публикации данных по инфляции, после выхода отчета по Non-Farm Perils, американских данных по рынку труда, я думаю, что Джерому Паулу, который возглавляет американский регулятор, уже нужно все систематизировать и нужно дать нам конкретный вердикт касательно того, как будет меняться ключевая процентная ставка до конца этого года. Ну а теперь по порядку давайте. Индекс доллара 102.80 текущей котировки. Напомню, что все внимание не только наших трейдеров было сфокусировано на отчете по инфляции. Мы получили подтверждение дезинфляционного тренда в прошлом месяце. Индекс потребительских цен снизился с 3 до 2,9%. Базовая инфляция скорректировалась с 3,3 до 3,2%. И, конечно же, смягчение индекса потребительских цен, снижение этого показателя усилило давление в каком-то формате на Федрезерв о вопросе необходимости снижения ключевой процентной ставки. Если мы сейчас обратимся к общеренчному консенсу касательно ренчных ожиданий, то сможем увидеть то, что рынок по-прежнему закладывается на снижение процентной ставки на 100 базисных пунктов до конца этого года, что фактически подразумевает, что на одном из заседаний до конца этого года ставку могут скорректировать сразу на 50 базисных пунктов. Есть ли прям очень высокие шансы на то, что ФРС снизит ставку в сентябре на 50 базисных пунктов? Я останусь придерживаться такого сценария. Считаю, что это уместно, учитывая в целом то, что происходит сейчас в американской экономике. Но я также разделяю точку зрения тех, согласен с аргументами тех, кто считает, что нет никакой необходимости прямо торопиться с сверхагрессивным и масштабным смягчением экономической политики, потому что мы сейчас, точнее американская экономика, не находится в тех условиях, в которых была честная, чуть больше недели назад, когда мы наблюдали за паническим сбросом фондовых активов, за аномальной активностью на рынке облигаций, когда золото стремилось к историческим максимумам. В общем, все мировые рынки находились в таком шоковом состоянии. Все говорили о неизбежности рецессии в американской экономике после того, как вышел слабый отчет по Non-Farm Parallels. Но посмотрите сами, за последние торговые сессии настроения явно улучшились, американские фондовые индексы практически полностью компенсировали то снижение и те распродажи, с которыми столкнулись. И сейчас в одном шаге остаются от прежних исторических максимумов. Поэтому многие трейдеры рассуждают, что если уже риски рецессии не так высоки, то нет необходимости в том, чтобы сразу брать и корректировать ставку на 50 байсных пунктов. Если инфляция снижается последовательно, монотонно, то и коррекция ключевой процентной ставки должна быть соизмерима с этим. Ее снижение должно также быть последовательным путем или посредством шага на 25 байсных пунктов. Единственная причина, по которой настроения могут снова измениться, например, если мы увидим провальный отчет августовский, отчет по Non-Farm Parallels. Мы его будем анализировать уже после Джексон Холла в начале сентября. Но это событие еще через несколько недель, поэтому на текущем этапе давайте просто говорить о том, что ФРС созрел на то, чтобы смягчить экономическую политику, и, соответственно, снижение процентной ставки должно все-таки оказывать фундаментальный прессинг на позиции американского доллара. Я не берусь судить, друзья, о том, что будет с индексом доллара через час, под конец текущей торговой сессии, но мы с вами оцениваем среднедолгосрочные тенденции. И в данном случае правильно их оценили, определили, выявили вот эти ориентиры, куда будет стремиться доллар с учетом того, что американский регулятор начал или очень скоро начнет отказываться от высокой процентной ставки и смягчать национальную монетарную политику. Золото 1453 доллара за тройскую унцию. За последние торговые сутки ровным счетом ничего не изменилось. Я по-прежнему за то, что золото достигнет исторических максимумов. Аргументы причины перечислял, они тоже остаются более чем актуальными. Европейская валюта против доллара 1,0977. Жду повторного теста отметки 1,10 и движения выше. По макроэкономическим отчетам, если вспомнить показатели ВВП, в квартальном выражении рост составил 0,3%, что позволило разогнать годовой показатель ВВП на 0,6%. Но тоже уже пришли к выводу, что статистику неплохо сейчас анализировать, но все равно евро под копирку двигается так, как ей дает двигаться ему, этому активу, американский доллар. И если оценить перспективы изменения европейской монетарной политики, то сейчас трейдеры ожидают, что ИЦБ снизит ставку дважды в сентябре и в декабре. Но опять же, на контрасте с действиями Федрезерова, который может и скорее всего снизить процентную ставку трижды, я думаю, что очевидно, что доллар здесь будет все-таки большим аутсайдером, а у европейской валюты будет больше шансов выйти на новые локальные максимумы. Фронт против доллара 1,2870 уже, собственно, мы на максимуме с конца июля. Макроэкономический фонд, статистику мы ее много анализировали, проговаривали в рамках этой недели. В целом фундамент остается поддерживающим. Из релизов прошлой торговой сессии, стоит отметить данные по ВВП Англии, показатели в годовом выражении выросли на 0,9%, с прошлой оценки на 0,3%. Промышленное производство, уменьшенное выражение, тоже приростное на 0,8%, с 0,3%. А до этого были признаки усиления инфляции, сохраняющиеся инфляционные риски. Да, это проблема, потому что посмотрите на динамику роста зарпанных плат. И Банк Англии не будет так торопиться со смягчением экономической политики, как это делают и могут позволить себе на самом деле другие центральные банки. И в этой связи, я думаю, что у британской валюты остается конкурентное преимущество. Фунт может добраться до цели 1,30 гораздо быстрее, чем кажется на первый взгляд. Сегодня, когда выйдут данные по роничным продажам, я допускаю, что фунт сможет как раз на этом отчете пробиться выше уровня 1,29. Австралийс против доллара 0,6620 текущей котировки. И в довесок факту значительного роста инфляции до 3,8%, высоких показателей прироста зарпанных плат 4,3% в годовом выражении роста составляет. Вчера вышел отчет по рынку труда. Уровень безработицы вырос с 4,1% до 4,2%. Но может быть важнее сейчас смотреть на изменение общего показателя занятости. Здесь прирост на 58,2% против прогноза в 20,000. И этот отчет все-таки доказывает то, что данный сектор австралийской экономики остается крайне устойчивым. И, конечно же, вспоминая комментарии о Мишель Буллок, то, что резервная банка Австралии при определенных обстоятельствах может снова поднять процентную ставку, я думаю, понятно, почему у пары австралийцев против доллара, помимо слабости американского конкурента, есть еще внутренний стимул для роста со стороны национального фундамента. Это перспектива как раз ужесточения национальной монетарной политики. Ориентир в плане роста 0,67-0,68%. По американскому фондовому рынку S&P 500 достиг целевой отметки 5,500, поэтому сейчас можно этот инструмент оставить в покое и посмотреть за общим глобальным настроением, которое касается всей фондовой, мировой даже фондовой секции. Доллар иена 148,90, я по-прежнему за дальнейшее снижение после локальной коррекции, также объяснял то, что после выхода сильного показателя по ООП, роста японской экономики, есть уже причина, по которой банковых Японий уместно и дальше продолжать жесткую монетарную политику и сохранять на рынке идею того, что он снова может поднять ключевую процентную ставку. Уровень жизни в Японии за последнее время явно ухудшился, выросла стоимость жизни из-за значительной девальвации курса национальной валюты. И понятное дело, что теперь власти больше этого не допустят. Рынок нефти 80,80, я за идею дальнейшего снижения. Слабые данные по промышленному производству Китая, рост запасов нефти США от администрации энергетической информации и на самом деле еще одна ближневосточная тема, планы Ирака увеличить инвестиции в геологоразведку и освоить несколько новых месторождений, чтобы увеличить показатели экспорта на 750 тысяч баррелей в сутки. Это очень много, Ирак, кстати, является главным нарушителем страны ОПЕК+. Соглашение по ограничению добычи, потому что даже только в прошлом месяце они перевыполнили, точнее, нарушили квоту по сокращению добычи на 57 тысяч. А с начала года это нарушение составляет уже 320 или даже 350 тысяч. В общем, предложение растет, а к спросу есть определенные вопросы. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего вам закрытия недели. Всем пока!